Историческая ночь для Аргентины. Спасибо тем, кто работал в течение двух лет, чтобы добиться чуда, избрать либерального президента. Новый президент Аргентины выиграл второй тур, набрав 56% голосов. Экономист и бывший телеведущий с небольшим политическим опытом. Хавьер Милей вступит в должность президента 10 декабря на 4-летний срок. В своей предвыборной программе Милей отстаивал проведение экономических реформ, чтобы избежать рецессий и побороть бедность. В планах отказ от национальной валюты ПЕСА в пользу доллара. Если раньше мы были самой богатой страной в мире, то сегодня занимаем 130 место. Половина аргентинцев бедные, еще 10% нищенствуют. Сегодня мы принимаем либертарианскую модель, чтобы вернуться в число мировых держав. Да здравствует свобода! Что касается внешней политики, Хавьер Милей заявил, что в случае избрания его на пост президента разорвет отношения с Россией, Бразилией и Китаем, поскольку считает их коммунистическими странами. И отверг идею вступления Аргентины в группу стран БРИКС. При этом он намерен налаживать отношения с США и Израилем. Также Хавьер Милей открыто выступил и в поддержку Украины. 1 марта 2022 года он пришел на собрание Национального конгресса с украинским флагом в руках. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Хавьера Милея с победой на президентских выборах и привитил его четкую позицию по поддержке Киева с начала полномасштабной российской агрессии. Поздравляю Хавьера Милея с убедительной победой на президентских выборах в Аргентине. Я надеюсь на совместную работу по укреплению нашего сотрудничества и восстановлению международного порядка на основе международного права. Владимир Зеленский, президент Украины в социальной сети ИКС. Ранее Владимир Зеленский призвал к усилению поддержки Украины со стороны латиноамериканских лидеров. По словам экспертов, новоизбранный президент Аргентины радикально отходит от пророссийских империалистических взглядов. В частности, во время своей предвыборной кампании он был одним из первых в Аргентине, кто осудил российское вторжение в Украину. Хавьер Милей еще до победы на выборах, по-моему, в интервью журналу «Экономист», сказал, что он полностью осуждает вторжение России в Украину. Он провел демонстрацию с украинским флагом перед посольством Украины в Буэнос-Айресе. Его спросили, что он думает о Путине, и он ответил, что для него это автократ. Именно это слово он использовал. И еще его спросили, готов ли он встретиться с Зеленским, и он открыто ответил «да», чего пока не делал ни один лидер ни одной из стран Южной и Центральной Америки. Поэтому я думаю, что мы можем быть оптимистами, когда речь идет об отношениях Аргентины и Украины. По предположениям аналитиков, избрание президентом Аргентины Хавьера Миле окажет влияние и на следующие выборы в соседних странах Латинской Америки, и на аналогичных кандидатов, которые могут стать более открытыми для сближения с Украиной.